Добрый день. Мы собрались здесь, встретились с Николаем Дедком, известным анархистом, известным активистом анархического движения, журналистом, чтобы обсудить вопрос, нужно ли участвовать в этих выборах, может быть, нужно как-нибудь их использовать, может быть, не участвовать, или, может быть, лучше выбрать стратегию бойкота. Так, я, как уже ведомо Сергею, я противник бойкота в выборах, было еще, что дело в их непосредственности не принесет, но вот Сергей, как участник народной громады, и он подтвердится в другом пункте увлечения, и вот мы сегодня собрались поспрашиваться об этом. Ну, скажем так, выборов в Беларуси, я так понимаю, нет, мы оба согласны? Так, да, да. Таким образом, что такое бойкот, так ты считаешь? В моем разуме, бойкот в миновито-белорусских реалиях, это не удел у выборах у якости выборца, не удел у выборах у якости кандидата, и это не просто пассивный некий игнор, а во умовах Беларуси, где людей примушают голосовать, одно, от удела у выборах для, ну, хай, не до всех, али для великих шерохов населенства, это будет еще и великий важный громадский учинок, потому что это крок, который потребует смелости. Я на виду тому, я выступаю за бойкот, как за сродок мобилизации, протестных электорату, протестных, не электорату, правильно сказать, населенства, как сродок для людей, которые имеют нечто с упроцеживанием, проявить себе максимально доступной для их формы. Ну, это интересно, ты сказал, бойкот как средство мобилизации, как инструмент для мобилизации. А были ли примеры, когда с помощью бойкота удалось, допустим, собрать площадь? Я не проверял приклады у соседном масштабе, что достаточно Беларуси, то еще не было в Беларуси неводной президентской альбопарламентской кампании, якая б сопроводжалась солидарным бойкотом с боку оппозиции. Тобок еще неводного раза эта стратегия не была поспробована. Потому что, не глядячи на то, что каждый раз выники выборов вядомые загадки, усим бачной оппозиции, не глядячи на то, что за 25 год международная супольность не признала неводных выборов в Беларуси, каждые выборы, каждую парламентскую и президентскую кампанию оппозиция наступает на одные и те же грабли и протягивает этот дел, тратящий на его ресурсы, легитмизирующий тем самым режим, показывающий, что выборы не есть, раз уж и что это не есть. И абсолютно не отрывает никакого выника после этого. Я решил, что уже в рештце, после 25 лет, пришел час попробовать, принадлежно, для адекватной частки оппозиции, до которой я отношу народную громаду, заняться бойкотом. Ну смотри, вот был, допустим, 2010 год. В 2010 год было участие в выборах, достаточно активное. Понятно, выборов нет, но есть президентская кампания, да? Эта президентская кампания дала определенные возможности, в разных аспектах дала возможности оппозиции собрать людей на площади. То есть 9 где-то кандидатов, каждый из них имел возможность выступать по телевизору и на огромную аудиторию они все говорили, люди, идите на площадь. В итоге площадь получилась, да. Она была неуспешной, потому что еще тогда общество не было готово к ней, по-моему. Потому что у Лукашенко был реальный тогда электоральный ресурс, за ним действительно стояло, может, 30-40% населения. Сейчас за ним, может быть, процентов 5-10. Поэтому сейчас, может быть, есть реальный шанс, точнее, действительно есть этот реальный шанс победить. Тогда у нас с помощью вот этого инструмента удалось собрать площадь. То, как вы хотите повторить успех 2010 года, ну, за выключением того, что на выходе это был разгон, как бы успех при нам все конкурсны, правильно? Нам нужно больше. Нам нужно намного больше, чем это было в 2010 году. Я лечу, что это не отримается, и в основном, на конь 2010 года тут неверное по широкому причинам. По-перше, в 2010 году была иншая политичная обстановка. Была атмосфера усягульной либерализации. Такого не повторялось амусить года до 2018, а, может, и по сегодняшний день такого еще не было. Усим, была дадена максимальная свобода слова. Это по-перше. По-другому, ты сказал, что все кандидаты, их, по-моему, было 9 в той час, агитовали за площадку, за крану, это не так, агитовали, по-моему, только 2-3, приходить в назначенное место в назначенный час. И после этого Лукашенко уже никогда не повторял такой помилки, не давал никому прямого эфирного часа. Больше за то, что законодательство было оборонено агитовать за несанкционированные акции с выкаристанием публичных крыльниц. Тобак уже 10-й год при этих обстоятельствах уже не отримается. В любом случае были поставлены для этого законодательства препоны. И по-третьему, эти сопроводы людей собрали в 2010-м годе, благодаря тому, что двое из 9, трое из 9 кандидатов закликали по телебачиванию на площадь. Мы не можем уже это видеть, не можем это никак проверить. Однако я решу, что день и сегодня, в 2009-м, в 2010-м, когда была совсем большая политическая обстановка, и, врешт-решт, узгадаем, что эта площадь сейчас кончилась, потому что это не был success story. Это не совсем правильно. Да, возможно, у нас сейчас не будет возможности Статкевича выступить по телевизору. Есть такая опасность, что ему не дадут выступить по телевизору и сказать это. Но, тем не менее, у нас сейчас все-таки большая часть населения сидит в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, значит, Инстаграме, Ютубе и тому подобное. Телеграме сейчас ситуация кардинально изменилась, и теперь те ресурсы, которые могло дать только телевидение, сейчас в значительной степени могут дать нам соцсети и прочие ресурсы, интернет. Поэтому я бы сказал, что все-таки здесь сравнялось по информационной части. Зачем нужно было кандидатам все-таки работать? Они же не только по телеку один раз выступили, они же ездили. Вот сейчас, например, Статкевич объехал 15 городов, он пообщался с людьми. Приходило, допустим, в 2010 году на первой встрече 10-20 человек, потом стало приходить 50, потом начал приходить 100. Это такая волна, которую нужно раскручивать, потому что если эту волну не раскручивать, если не встречаться постоянно с людьми, не повторять им раз за разом, раз за разом, постоянно вдалбливать в голову, что вот это единственный способ решить наши проблемы, это единственный способ убрать Лукашенко. А если мы не уберем Лукашенко, то тогда нам придется, скорее всего, даже стать частью России. И со всеми неприятными, вытекающими обстоятельствами. Если мы не будем эту работу проводить, то мы точно проиграем, мы не сможем собрать даже то количество, которое было в 2010 году, нам нужно больше. Тут я целиком с тобой взгоден, вот в этой части я целиком потребую, что, саправдой, для того, как бы выник, требует ездить по регионам и по Минску состракаться с людьми и доводить, доводить, доводить им свою политическую программу. Однако, тоже Статкевич начал это делать задолго до президентской кампании, и у меня просто есть парламентская. И у меня просто есть питание, для этого ждать парламентских выборов. Почему они не потребны для того, как ходить и людям доводить свою политическую программу необходимую площадку? И больше всего, граждане, как и многие другие наши оппозиционные группы, они допускают одну и ту же помилку. Они чемусь Белорусскую площадку, Белорусский Майдан, обовязково увязывают с электоральной кампанией. Это просто то, как иллюстрация поговорки об тем, что все генералы рихтуются до прошедших войн. Когда мы поглядим на все протестные кампании, великые буйные протесты в Белоруссии за последние 9 лет, то мы побачим, что только выборы были связаны с выборами только в 2010-м. Потом пошли Мауклевые протесты, Дармаяцкие протесты, протесты с управлением АКБ. В Светлогорске все они абсолютно никак не были связаны с электоральной кампанией. Почему тогда это нужно увязывать сейчас? И мне подается, что куда лучше было бы вот этот удел свой и необходимость доводить свою программу, никак не привязывать выборам до выборов. Потому что вельми наивно шокать, что белорусы учениц площадь под парламентские выборы. Конечно. И даже я не уверен, что они учениц под президентские. Я лечу, что в 2017-м году Белоруссия была до площади, до предреволюционной ситуации, куда ближайшая, чем сегодня. Каком? 2017-м. 2017-м. Кальдармаяцкие. И тому, что это не нужно увязывать. Кали, ну, сразумело, что это хоть за все не выстрелись. И правач, дадам еще, что причина главная еще тем, что Белорусам, грубо говоря, пофиг на парламентские выборы, и хоть за все на президентские им будет пофиг. Почему? Потому что люди разуверились целиком, как в системе наших выборов в электоральной системе, так и про парламент я вообще молчу. Это вообще орган, кто я серьезно спрашивает. А по президентским выборам все люди знают заходы и хуй. Тому я и скажу, что мобилизовать людей под площадь будет как раз таки куда простей у любых период, а кроме выборного. Кали это будет просто, удел у этой компании будет просто легитимизация этой всей системы. Значит, два тезиса. Первый тезис – это почему мы привязываем протесты к выборам. И второй тезис – это что люди разуверились, и что сейчас снижена не такая очевидная революционная ситуация, как даже с у нас. Правильно? Эти два тезисы. Значит, первое. Мы не привязываем к электоральным компаниям. В президентской компании Саткевича началась еще где-то весной с наших поездок, вот это в мае. Значит, когда мы на объезды в Латвии города, это был первый объезд. Сейчас будет второй объезд. Второй объезд – это были помещения. В помещениях собрать, с одной стороны, безопаснее, с другой стороны, люди боятся ходить в оппозиционное помещение, понимаешь? Туда не приходит много людей. Кроме того, помещение сложно получить. А кроме того, могут еще сказать, извините, а у нас тут заминирование случилось. И то, что вы там заплатили нам деньги, это ваши проблемы. Очень много всяких таких сложностей. Вот мы сделали этот первый объезд, хорошо. Теперь должен быть второй объезд. Теперь нужно уже сделать это на площади, то есть на улицах городов. То есть это не будет площадь в смысле революции. Это будут просто пикеты. Мы покажем людям, что вот, мы можем легально собираться, мы можем с ними пообщаться. Опять же, у них же пойдет эта волна. Как появились протесты 2017 года? Они что же не с двух таборах-то возникли? Были же протесты этих ИПшников в 2016 году, значит, повысили пенсионный возраст и тому подобное. Люди не вышли тогда за пенсионный возраст в 2016 году, например. Но эти же пенсионеры, они вышли в 2017 году, когда уже это накопилось, все накопилось, накопилось. И тогда уже, кстати, первый митинг нетаньянцев организовывали все-таки люди из БНК и из Народной Крымой тоже. Поэтому мы прекрасно понимаем, что далеко не только выборы могут быть поводом для протеста. Но мы тогда же понимали, что это не будет революцией, что еще тогда общество все же не готово. Люди поверили, и их вышло довольно много тогда, но революция была невозможна. Так вот, значит, сейчас у нас будет возможность с людьми теперь пообщаться на площадях уже. Это будет совсем другая волна. Потом будет у нас третья и четвертая, это тоже у нас продумано. И все это будет двигаться в том числе и к президентским выборам. Далее, почему президентские выборы имеют значение для нас? Потому что нам нужно, чтобы люди поняли, если он не Лукашенко, то кто? Вот тебе, как анархисту, это может смешно звучать для тебя, но для людей, допустим, обычных из деревни, у которых, может быть, не такое политическое сознание прошаренное, они все-таки хотят, чтобы им показали другого человека, другого кандидата или нескольких. Поэтому должны быть какие-то лидеры протеста, может быть, не один. Им нужна какая-то защита. Если человек кандидат в президенты, то его тронуть намного сложнее, чем если этот человек просто обычный дядя Вася. Понимаешь? Много таких вот моментов, чисто технических, которые нам очень важны в этих президентских выборах. Вот как сейчас мы будем собирать людей на пикеты. Вот, допустим, если бы вчера мы вышли, да, то нас бы, скорее всего, повязали. А сегодня можно выйти с флагами и со всем этим пообщаться, покричать мотивальники, и все будет отлично у тебя. И самое главное, не у тебя, самое главное, что у людей будет все отлично. По-перше, что дотично того, что кандидата в президенты 13 тяжей. Ну, на жаль, в белорусских реалиях это не совсем так. В 2010 году, как бы, все памятают, что еще не были обвешаны выники выборов, а уже все кандидаты АМАЛЬ садели. Это раз. По-другому, я разумею, в принципе, твою логику. Ты кажешь об тем, что вось нам треба рихтовать площадь, и мы користаемся в окном махчимостя, выборами, как в окном махчимостя. И это я взводим так само, одна со стратегий, якая, в принципе, мает право на иснование. Однако, я задаю себе питание. В принципе, я так само могу сказать своей метой, что одна из моих метов политических, это так само подрихтовка площадь. Это то, за что я выступаю, что я поддерживаю. Потому что некий народный протест, хотя он не проведет на наступный день для устанавливания анархизма в Беларуси, при нам себя обудеть хотя бы некую политическую сведомость людей. Это уже плюс. Это уже великий крок, на первое. Однако, я задаю себе питание. Чем можем мы сделать то же самое, досягнуть тех же самых методов, собрать площадь, просветить людей, и при этом не надавать режиму легитимности у вачах людей, и при этом попробовать урештю-решт стратегию, которую до этого никто еще не попробовал. Потому что все спробы бойкотов выборов ранее, я памятаю, парламентских президентов, они упирались на то, что ранее позднее являлся некий лидер оппозиции, ця оппозиционная группа, которой политические амбиции были важнее за принципом. Я задаю себе питание. По-перше, знову же вернусь к питанию легитимизации. Так или иначе, мы можем это как угодно оправдывать, как угодно сказать, что мы там корыстаёмся мягчимостями. Але ты удельничаешь, ну не ты там, народная громада, удельничаешь у мероприемстве организованным режимом, распонсованным режимом, мероприемстве, на которое навод людей будут загонять силой с использованием административного аппарата и мероприемства, выники, какого ведомые заходы, выборы. Тобак тем самым хочешь, чтобы ты не объективно, независимо от своего собственного мероприемства, ты показываешь, что это мероприемство имеет сенс, ты не его идешь. И это особо дивно видеться с боку народной громады, яка, я веду, занимает довольно принциповую позицию, не ходить на суды, не подниматься, когда судья уходит. Потому что судью вы не признаете, что это абсолютно правильно. Тогда логично было бы и выборы не признать. Мы не признаем этот выбор. Любой человек, не только я, а любой человек, запытается, почему тогда и дети. И вы начинаете объяснять, да, я согласен, можно расслабиться так. Но все-таки это будет выглядеть, я ли, довольно непосредственно. А другие моменты, это пытание соотделу у хрустни. Как бы все ведают, что выборы у нас хрустливые, что их нет, ну, что их нет, да, как ты правильно сказал, что депутаты, которые будут иные, назначены заходом. Это просто моральный момент. Уделяющие у них, мы удельничаем соотделением у хрустни, соотделением у массового подмана людей. Я задаю себе питание, снова уже вернусь сюда к початку. Если можно досягнуть тех же циклов, которые ты скажешь, не робящегося эту соступку властному сумлению и властной принциповости. И я решу, что можно. И шляхов до этого вельми шмат, когда хочешь, чтобы их поздно. Николай, скажи, вот площадь 2010 года и посадка практически всех кандидатов в президенты, она как-то легитимизировала режим Лукашенко или нет? Или, например, выборы 2015 года, когда все нормальные кандидаты или бойкотировали, или сидели, а Короткевич участвовала? А таких Короткевич, поверь, найдется. Если мы не будем участвовать, то Короткевич здесь какая-нибудь найдется. Какая-нибудь Ктюша новая сообщает, да? Вот. Как ты думаешь, какой вариант выборов в большей степени легитимизирует вас Лукашенко? Тот вариант, когда люди собираются на площадь и или побеждают, или проигрывают, но при этом все сидят в тюрьме? Вот. Или второй вариант, когда, ну, вы знаете, вот я получила там 10 процентов. Ну да, Лукашенко выиграл, выиграл. Какой вариант лучше? Я скажу одно, что чем больше оппозиции в дальнейших выборах, тем больше это легитимизирует режим не только внутри краины, что важно, а и перед заходом. Тут важно не будет две разные решения. Легитимизация внутри краины, легитимизация за ее межами. Вот ты тут посылаешься на простых людей. Я тебе скажу, что любой простой человек, когда я вижу, что у выборов уделен еще один Лукашенко, альбо Лукашенко и, ну, просто беспонтовая кандидата, что там у Лоховича, любой человек видит, что это цирк, абсурд, беспонтовщина. И когда человек видит, что уделен еще Лукашенко и девять еще кандидатов, с рода, которых он ведет, реально принципов, соперников, конечно же, в другом случае, человек посмотрит, ну, блин, на певно саправды выборы есть, ну, глянь, допустили же их до выборов, глянь, дозволяются делничать. И Лукашенко тут поступает вельми мудро, допускающий кандидатов, сейчас он на вот принциповых своих противников, до выборов, как было в 10-м годе, да, по-моему, в 15-м, я уже, наверное, не памятный, он сказал, что он не хочет повторить эту ошибку, об этом поздно. Так, и он допускает, и тем самым он выдает мне крайнюю легитимизацию. Все ж таки не будем забываться, что легитимизация за межами Беларуси, так самое важное, перед Европой. И зараз, коли оппозиция едены выборы, я на такие козырами даю руки, и он будет приезжать, тебе даю его, будет приезжать, он скажет, постойте, какая диктатура, да у нас тут все класс, вот глядите, Статкевич, да и он, наверное, в отпадке, вон у девчонки, Халиб, вот сегодня прочитал, у девчонки, уже на кольки Халиб не ворохну, а вот и она, вось, Калиласка, зарегистровалась, и так далее. И это европейцы разведут руками, пожмут плечима и скажут, ну да, ну да, в принципе, оппозиция живется, оппозиция допущена. И хай я не навод не признаюсь, вынеки этих выборов. Але для всех это будет выглядать, как минимум, имитацией сумленной борьбы. И тем более оппозиции отмавляются от этой имитации, это делает тем менее эта легитимизация и этот мыльный пухир, который он создает у вас, кандидатам. Николай, во-первых, мы не совсем оппозиция, мы народная партия, во-вторых, оппозиция в Беларуси практически мертва. Вот, оппозиционные организации даже не уничтожены, они сами просто сгнили и сдох. Деградовали. Деградовали, да. Поэтому, вообще, во-первых, не так принципиально, что там думают на Западе, потому что Запад поддерживает Лукашенко, скажем ли. Важнее то, что думают белорусы. И если белорусы видят, значит, что здесь вышел против Лукашенко, ну, такой нормальный человек, ну, вот, Наталья Короткевич, красивая такая, симпатичная, и нормально все говорит, и не слишком радикально, а все равно найдется, конечно, Короткевич. Сколько бы мы не призывали к бойкоту, мы не можем призывать к бойкоту КГБ, потому что КГБ всегда найдет своих кандидатов. Вот выборы, недавние президентские в России. Навальный сказал, давайте я буду бойкотировать. То есть, его, значит, лишают права, да, как пытаются сейчас лишить право Статкевича, вот, участвовать в выборах. Потому что Путин увидел, что это потенциально сильный кандидат, его нельзя пускать, да? Значит, то, значит, что может сделать? Бойкот. В результате Путин против Ксюши Собчак и против этого Грудинина, да? Вот, это абсолютно проймешный вариант. Если сейчас, например, на этих президентских выборах Статкевич говорит, я бойкотирую, то все, это сценарий 15-го года, только в 20-м году. А у нас уже не будет еще 5 лет на то, чтобы восстановиться после этого позора. Потому что 15-й год это позор. 10-й год это проигрыш, но это героически проигрыш. 15-й год это позор. И это добило практически всякое уважение к оппозиции в людях. Доброе. Я твой пункт уже не зрозумел. Давай поглядим на ту модель, якой домогаюсь я. Уяви себе, явка, я сказал, что бойкот, это не только бойкот политый камень оппозиционный, это еще и бойкот народа. В первую очередь бойкот народа. Даже вертаю, что ты сказал, на фонд захода я сгоден, что меркование белорусов первую очередь. Но недооценивать и совсем забивать на меркование захода так само нельзя. Но как не крути, это мощный игрок, и от него за счеты будет зашла, что залежет в Беларуси. Я не об этом говорю. Уяви себе, отбывается солидарный бойкот у всей оппозиции. А что такое оппозиция? Ну, у всеми, кто сдольный, мало-мальский, что сейчас предпоставить в Ладе? Говори, правда, это оппозиция? Нет, вяду. Я зараз скажу про оппозицию, хотя бы, вот такая их народная громада, например, я положаю так само Аутуповича, то, что он робит. У всеми тыми, кто найдет в себе силы. Я не скажу навод про оппозиционные партии, я недавно сдулюсь. На что, большую увагу у нас зараз имеют блогеры, громадянские суполки невеликие, рухи, такие, как Леголайз, Мати-328. Вот они имеют увагу. Я думаю, каждый из них мает большую увагу, потому что все это ОГП, там тебе неф разом взято. Но я говорю не об этом. Уяви себе, вся громадянская супольность, скажем так, когда слово оппозиция тебе не подобается, домогается солидарного бойкота. Явка 15%. Допустим, при самых лепших выниках. Что это значит? Что, по-перше, подчас этого солидарного бойкота отбывается великая мобилизация людей, яких загоняли, якие сдоляли это отстоять, отстоять свое право нести. Студенты, войсковцы, держслужбовцы, бюджетники, ты, кого гнали на детерминовое голосование. И все это, ну сотни тысяч, каллини миллионы людей. И уяви себе, что уже на вот тягах своего, байкоту, своего неуделу, они уже сдолили самоорганизоваться супер своих начальников на место, уже отримали певный досвид протеста, да? И эти люди не пошли на выборы, так? Это по-перше. По-другое, все сабры комиссии бачат, что я уки не ма. Назиральники бачат, что я уки не ма. СМИ бачат, что я уки не ма. После этого, и навод ты, девуш-службовцы, которые так-то иначе утягнуты в этой фальсификации, там, ты же выборщая комиссия, и какие-то все наставницы, да? Навод яны бачат, что им приходится с нуля молевать лишь бы. Они это хоть фейковые протоколы писали, вбрасывали, кого-то промышали до терминового голоса. А тут просто приходится молевать с нуля. Уяви, какая-то моральная перемога, какой-то моральный удар по людям, которые и так переступают через свое сумление для этого. А оно у них есть? Ведаешь, я бы не буду такие там мега-радикальные, лишу, что в этом плане, лишу, что в этой люди у певных умов так само нечто здатное. Кого-то кем-то спекулировали за премию, кого-то дети, кого-то еще что-то. Так само в этой люди, я думаю, в певных умов в частности их можно сказать свое слово. Но я не об этом, вернусь назад. И вот все вови себе, что после этой явки в 15% после того, как народ накрученный и все от выборщиков до тех, кто в этой выборы организовывает и их на ими назирает, бачит, что немало людей на выборных участках, ну просто пустыня. Выходит, Лукашенко объявляет свои 80% и вот в этой ситуации, когда народ уже наэлектризован, отремал по-вынью досвид боротьбы, организовать ту же площу, вывести людей, сказать, какого хрена мы у Вогли не выходили из дома в этот день, какого хрена ему наливали 80% откуренных. Плюс там будут же и подсвержены фальсификации и все это. Возьмем этот умор, вывести людей на площадь и сказать, нам тут поставили того, сам себе намалевал отцовки той, кого мы не выбирали. Это будет у тебя простей, чем раз удел в спектакле. Так подается. Ты, по-моему, говоришь о том, чтобы рассказать, что выборов у нас в стране нету, людям, которые уже сто раз это давным-давно уже поняли и в 10-м, и в 15-м. Не просто расповесьте про вашу эту цель-ревью, а замотивовать их на активную это в ситуации, когда наше общество настолько млявое, активный неудел это просто нереально. Людям нужно показать, что их много. Если ты предлагаешь им самоорганизацию на местах в каждом небольшом коллективе, каждый из которых запуган до нельзя и каждый из которых дергают, постоянно, засугивают, лишают премии и говорят и тому подобное. Многие боятся, что даже пенсии их лишат и тому подобное старички. Как ты думаешь, что они сами возьмут и организуются? Как ты себе это представляешь? Я вижу, что с такой базовой самоорганизацией низовой начинается в угле любые сопротивления. Ты не выведешь людей на площадь, не кажучи уже про баррикады, до того, как они не осенсуют свое почутствие властной годности. И это как раз та база, с которой нужно начинать. Даже когда эти люди придут, люди, которые не подрихтованные, не имеют смелости, не имеют властной годности, они не вздоливаются на площади ни на что, а кроме как разбегшись при виде Амапа. Вот. Поэтому я себе это вельми навык являю, потому что не глядяши на всю запуженность людей, запуженность громадства, пассивность, что я целиком с тобой, мы набираем в Беларуси весь сейчас локальные протесты. Там и в Беросте, и в Светлогорске, и в страйке, там навык у Колгасах люди выходят, и локальные некие протесты. Это все есть. И когда вы, например, громадая, накерували свои организационные сдольности на только помножить, подстегнуть людей в этом, и дареши зауважим, что Амаль во всех этих выпадках, во всех, не Амаль во всех, во всех выпадках локальных протестов люди своего дамагаются, и они перемагаются. Так было в Беросте, так, я сподзвьюся люди в Светлогорске, так было Амаль на всех страйках по операционных местах. Вот. А одразу звать людей, как ты кажешь, запуганных, пассивных, ходим на площадку, пусть в этом, мне кажется, куда меньше достаточно. Ну, как бы не сейчас загом, мы начали эту компанию уже давно, в общем-то, и будем вести ее целый год. И в том числе мы будем использовать все возможности, которые у нас будут. У нас, допустим, сейчас очень мало возможностей вывести людей на улицу и с ними пообщаться. А что такое вывести людей на улицу? Если на улицу выходит 100 человек, ну, значит, стрим смотрит, допустим, 100 тысяч. Если на улицу выходит тысяча человек, стрим смотрит миллион. по всей Белоруссии. И потому что практически все поддерживают, хотя и боятся. И чем больше людей выходит, тем больше людей обращают на это внимание. И это начинает работать как стержный ком. И если мы эту волну сможем возглавить, то тогда действительно у нас будет реальный шанс не просто на революцию, а на победу на эту революцию. Но для этого нужно работать. А я даже не представляю, как ты себе как ты представляешь успешную организацию этого бойкота. Потому что кто его, во-первых, будет организовывать? Если мы скажем, кандидат в президенты организует вас, он будет следующим президентом. Ну, это любая бабка поймет. А если ты скажешь, ну, у нас выборов нету, да, мы знаем, у нас выборов нету, и что дальше? Тут, конечно, все зависит от твоих методов, что ты хочешь. Кали ты там хочешь стать наступным президентом, и кали хочешь домохчиться в лады, это одно. Я уже сказал, что, в принципе, такие помогли, жена, мая право на иснование. Але я гэта бачу, як такое, ведыш, ведение овечек на бойню, тупо, великое массы повесьте за собой, для того, как на их плечах улезте в ладу. Такий сценарь мне невельми подобается. Не совсем, можно я перебью? Ну, давай. У нас задача, на данный момент, вернуть выборы. А уже после того, как выборы будут снова в этой стране настоящие честные выборы, тогда уже, на следующих выборах, тогда да, Садкевич будет участвовать в настоящих выборах. На данный момент Садкевич это лидия протеста. И наша задача, не сделать его президентом, а вернуть страну на честные выборы. А потом уже поговорим дальше. Я башу своей першочероговой задачей повысить политичную сведомость людей. И повышать ее можно целым шерогом разных методов. Не обовязково, как это мусить быть одна великая протестная акция, судный день, после которого все выращается. Как это было, различывалось 25-го века 17-го. Я скажу щиро, я не верю в эту одну опошную акцию, да, великая литра, после которой мы все будем жить в свободной Беларуси. Не будет такого. Все начинается с места. Начинается с прационного коллектива, начинается с своего квартала, с выращения локальных проблем, да, навык, когда уже глубоко копать, то и семья это начинается, да, с взаимоотносянного у коллектива, с собрами и так далее. Это уже так далеко будет поглубляться, да. Поэтому все же таки, когда мы ставим мету, что Статкевичи приходят и сходят, лидеры протеста приходят и сходят, а нам треба, как белорусское громадство крок за кроком становилось более свободным, я решу, что из этого пункта гляджения, бойкот выборов, это был бы наилепшим выходом, как ни у Денича организованной хлусом, и не сказать усим, всему свету и себе самому, что гэтае выборы справедливые, да, доклад не будет сказать, у делом вы гэта кажется, у делом у их вы гэта кажется. Если мы каждый раз говорим, что выборов нет, каждый раз, когда у нас спрашивают и не спрашивают, то то... Олеж, вы... Ну ладно, мы уже тут пошли по кругу, ладно. Я уже начинаю забывать твои вопросы. Да, ну в принципе, я решу, что каждый пункт гляджения, каждая стратегия мая право на иснование, калия на везде до лепшего, до повышения колькости свободы в громадстве, повышения свядомости людей. Одно, что я пропоную, попробовать тое, чего оппозиция еще не спробовала. Это, саправдой, солидарный бойкот. Я не гарантую, что это спрацует, ни у кого нет такой гарантии, але при нам, все попередние спробы оппозиции выиграть, гуляющую по правилам Лукашенко, и они провалились. То может, солидарный бойкот по схеме, которую я рассказал ранее, и он бы дал в основу. Николай, в организации площади это точно не игра по правилам Лукашенко. И то, что Лукашенко пытается на данный момент решить, какие фамилии будут в бюллетене, означает, что он все-таки боится конкуренции. он боится, это факт. Это факт, что Феденич мог быть таким человеком, который мог быть одним из его противников. Феденичу сделали домашнюю химию. Саткевич на данный момент тоже может быть, но они пытаются каким-то образом, немытьем, так катанием его тоже вычеркнуть из этого списка. И таким образом, в любом случае, если не будет этих сильных кандидатов в этом списке, то там кого-нибудь они найдут. Дмитриев, еще кто-нибудь. Как ты можешь добиваться этого бойкота, организовывать этот бойкот, если ты не контролируешь КГБ? А КГБ ты же не можешь контролировать, значит, кандидаты будут. Я уже сказал две вещи, что, по-перше, люди, в принципе, так само они такие уже и дурные. Я не сдольный отрознить Дмитриева от Статкевича, у Лоховича от Статкевича. Люди разумеют, что такое фейковая номинальная позиция и соправдно. Махчима, конечно, я помыляюсь. И зараз вам тягом у делу у парламентских и президентских выборов отримается организовать площадку и перемахчив я и Лукашенко. Я вспомнил, что я забыл и когда это будет так, то я только потиснул обруху. Для нас, безусловно, парламентские выборы в кавычках это просто реальность. То есть мы используем это только как одну из маленьких ступенечек. Президентские выборы. Но президентские выборы имеют определенное значение. Потому что каждый раз перед президентским выбором все-таки люди думают еще пять лет нам дают. Еще пять лет строгого режима. И тогда все-таки градус немножко политизации повышается. Градус политизации он непредсказуем. То есть он может повышаться и без выборов. Но это именно тот случай, когда мы можем все-таки прогнозировать, что вот на пару градусов оно точно поднимется. А еще могут быть какие-то накопления. А оно накопилось уже очень много. Это и 328, это и нынешние эти отсрочки и тому подобное. Сейчас, конечно, у нас не будет площади парламентских выборов. Ну, практически не будет. Практически нет шансов, что она будет. Хотя, если случится такое, что Лукашенко объявит референдум о присоединении к России вот сейчас, что вполне вероятно. Процентов 5 может быть есть такая вероятность. Да, нам просто ну придется организовывать площадь, иначе все каранты тогда уже страны не будут. Поэтому это еще одна причина, почему мы сейчас готовимся, потому что мы уже сейчас встанем с этими пикетами. И если Лукашенко скажет, что через 60 дней у нас референдум, то мы уже в принципе будем готовы, мы уже начали агитацию. Да, понимаешь? Мы уже сказали, ну это мелочи, ладно. Это сценарий, который маловероятен. Только могу повторить, да, то, что по моим мерковании корыстать, безумовно, я сгоден, что градус политизации под выбором при нам все президентские, парламентские не. Под президентские хоть крыхута повышается, тут сгода. Але я все ж таки прахильник того, как корыстать гэтую политизацию, гэтый подвышенный градус, как ты кажешь, корыстать без уделу удаденную цирку. Я лечу, гэталдалобый плен. Зараз, конечно, уже видовочно, что оппозиция в это не включится. Вся оппозиция, и наводне оппозиция, как ты говоришь, ломанулась в дельничных выборах с разными оговорками. Однако, гэтой я лечу, стратегия заведомо правильная. Але, знову же, може, я помыляюсь, знову же, как я уже казал, или вы сдолите организовать площадь. Под это все, я вам только потисну руку. Поглядим. И еще, ты говорил по поводу того, что не должен быть один митинг, что это должно быть нечто продолжительное. Мы абсолютно с этим согласны. Мы всегда говорим, что это должен быть мирный и продолжительный процесс. То есть, для нас наиболее приемлемым сценарием является сценарий армянский. То есть, это сценарий, когда вышло много людей, вышло в разных городах, выходило в разное время, и это было продолжительное. В одном месте разогнали, а они перебежали в другое. И тогда, если мы сможем эту волну поднять, если она пойдет по всей стране, тогда у нас будет победа. Если мы попытаемся, как в 2010 году, собрать всех в одном месте, в одно время, в один час, и думаем, вот мы вышли, и все, победа окончательная, ну, великая вероятность, что мы проиграем. Но если мы будем рассчитывать изначально на продолжительный протест, тогда, скорее всего, мы выиграем. Потому что система начинает шататься, начинает давать трещины тогда, когда мы ее шатаем долго. Потому что это стена, которая уже, в общем-то, прогнила. Но один раз ее ударить, ну, выпьем пару кирпичей, надо бить много раз. Но и в разных местах, в нашем случае, я решу, что это может быть протест так само децентрализирование. Потому что, по моих субъективных надзираниях, самый задоволенный народ у нас в Минске. Как раз таки, по экономичным становищам, регионы гораздо в худшем стане. И тунеядские протесты, даже если это показали, когда собираются прибавиться 3000 в Минске, и 3000 в Гомеле, а в Витцовске 2000, то это, в общем-то, все докажет, при разном населенности. Поэтому, да, тут я сгоден, в этом мусить быть не разовая акция, а уздым по всей Беларуси, який будет давать плен, как мне бы хотелось не только у короткой перспективе, але и обудить у людях почуток властной годности и разумение того, что они сдольные на нечто. Не на одну парламентскую или президентскую кампанию, а на залжды. Для этого нужно, чтобы они видели, что их много. А когда они просто самоорганизуются в маленьких своих коллективах, они обычно не видят, что их много, в общем проблема. Поэтому очень важно их выводить перед этим. Я думаю, я тут связи не вижу, и они могут организоваться и бачить, что каждая самоорганизация в маленьких коллективах робится ведомой у СМИ, когда это по местной протез, и когда человек бачит, что он не один, а там веростейцы бачат, светлогорцы бачат, что в Бресте таки ждешь, в иншем городе таки ждешь, то люди уже бачат, что их шматы. Это можно зараз бачить не обовязково, но площадь можно бачить на интернете. И конечно то, что мусить бачить шмак, это трюизм таки, это заразумело. Пытание только тем, как этого добиться. Для этого нужно ездить, общаться и работать в интернете. Ну, так. Ну, дякую всем, кто слухал, дякую, что покликал меня. Рады бы подыскутовать, обменяться меркованиями. Дай Бог нам мусим поспехов в борьбе со злом и с государством. Дякую.